здравствуйте друзья сегодня у нас 20 мая 2017 года очередной отчет по лечению от кандидоза 35 из 156 и у меня есть хороший результат я уже несколько раз подряд в последнее время последние недели полторы замеряю температуру тела и она у меня 36 и 6 36 и 5 с половиной 36 и 6 это очень хорошо потому что где-то недели три назад она у меня была 37 2 возможно это было связано с тем то что я перекупался в контрастных душах что-то типа того какая-то такая простуда была но тем не менее результат последних двух недель зафиксировал я и это очень хорошо осталось у меня из основных симптомов которые я хочу убрать это сопли постоянные сопли если я их тоже долечу то в общем то можно будет на этом и остановиться и заниматься чем-нибудь еще внедряя все вот эти вот наработки просто в образ жизни для того чтобы поддерживать результат ну и постепенно постепенно его улучшать как я просто вижу с точки зрения вот лечения кандиды можно ее лечить как учить английский язык либо как учить другие иностранные языки то есть можно этим заниматься всю жизнь как с английским языком нужно себе выбрать уровень и на каком уровне человек хочет понимать английский язык общаться на английском языке и точно также с оздоровлением от кандидоза нужно понять на каком уровне человек хочет оздоровиться от него убрать какие-то конкретные симптомы повысить энергетику на какое-то количество и простите и собственно дальше уже переходить к каким-то следующим интересным делам и в этом смысле я вот себе хочу еще такой мешающий неудобный симптом основное у себя убрать и в общем то можно будет на этом и заканчивать но тем не менее пока еще соплей много поэтому работа есть и продолжаем работать еще отмечу то что пробиотики я закончил принимать где-то неделю недели полторы назад в итоге я их пока попил 50 дней почти два месяца и как раз вот на протяжении вот этого времени когда у меня была диета без рафинированного сахара и без сладких фруктов на этой неделе у меня было 90 95 процентов сырой еды только два раза ел приготовленную еду это это были кабачки один раз кабачки с луком другой раз это кабачки с тыквой и с луком и большое количество из этой еды сыроедные у меня была гречка зеленая пророщенная ну и вот как-то по ощущениям в целом что-то мне это не очень понравилось как-то не было какой-то легкости в пищеварении в том числе как-то не знаю наверное стоит все таки как-то более более комфортно питаться более правильно питаться чтобы еще усваивалась хорошо чтобы желудочно-кишечный тракт работал быстро не замедлялся почему-то почему-то заметил на этой неделе то что вот немножко желудочно-кишечный тракт замедлился возможно это еще связано с тем то что я использую сейчас дикоросы и там всякие новые травки нахожу пытаюсь находить пробую их и вот сейчас одну новую траву не знаю как она называется в больших количествах использовал в салатах может быть это как бы еще вот от этого из-за этого какой-то эффект трава потому что травок разных может быть эффекта если не знаешь как они работают то могут быть всякие неожиданности может быть еще из-за того что сейчас реже как-то стал делать массаж живота не знаю но в итоге попробовал на этой неделе такую травку сено называется ну понятное дело известная травка сено и в общем то я никогда в жизни до этого ее не пробовал до этого все время как-то использовал вот такие традиционные очистительные методики типа там магнезии шахт прахшалана пробовал кружку эсмарха касторку ну и так далее это все понятно и попробовал травку работает и как-то довольно таки естественно не нужно заморачиваться удобная штука если кто не пробовал то можете попробовать плюс еще плюс еще дело на этой неделе такой соус тоже для ускорения как раз работа кишечника у на у ричарда шульца у него есть одна из формул смысл такой то что туда тоже входит в этот соус и травка сена и кора круши кора крушицы и красный каенский перец для того чтобы циркуляцию кровообращения увеличивать ну и так далее так далее так далее много всего разного но вот в основном как я понимаю это вот красный каенский перец и вот эти травки которые ускоряют как раз работа кишечника ну посмотрим пока еще я только сегодня его сделал пока не могу понять что именно работает то что я отваривал сам как саму травку сену в чае в отваре либо вот сам соус уже спустя но так быстро он подействовать не может поэтому пока не знаю не могу сказать дальше дальше вот у меня на этой неделе как-то хотелось было голодно на этом сыроедение и было два пути вот как-то либо мясо поесть либо фруктов хотелось поесть я подумал то что уже два месяца вот я нахожусь на этой программе без фруктов и на этой неделе и на прошлой много информации приходило то что как-то фрукты все-таки надо есть и вот непонятно было вообще я так понял то что есть два подхода есть два пути да есть путь такой традиционный тогда когда доктора например хотят кого-то от чего-то вылечить и в основном в качестве диеты назначается это как раз вот низкоуглеводистая диета без рафинированных без рафинированных сахаров без фруктов также плюс белки животного происхождения салаты ну и так далее каши традиционно тоже без хлеба и другой путь это такой путь тех кто голодает тех кто сыроедет тех кто веганит вот ричард шульц например он тогда когда лечит неизлечимые болезни он что делает он человека пересаживает сразу на свежевыжатые соки вот и человек через месяц теряет свои неизлечимые болезни то есть это такой второй путь и причем свежевыжатые соки и фруктовые в том числе и в общем я подумал то что поем я бананов и вчера вот начал есть бананы вчера съел штук семь наверное бананов по ощущениям как-то было ну вот не очень с точки зрения пищеварения как-то тяжеловато не скажется на пищеварение плюс как-то вот с точки зрения брожения небольшого количества это есть и я вчера посмотрел видео на тему как раз вот бананов и кандиды вы эрика байкера натуропата новозеландского есть видео на эту тему и он говорит то что действительно бананы это не самая лучшая еда и лучше их не есть особенно когда есть вот какие-то неполадки со здоровьем потому что бананы они кормят бактерии и соответственно появляются вот эти вот симптомы газообразование в дути и как раз здесь нужно просто понять себя себя проанализировать у кого-то таких эффектов может и не быть значит все в порядке значит бананы можно есть у кого-то если такие-то эффекты есть то соответственно лучше бананы не есть и вот в этом смысле я применил сегодня сегодня тоже ел бананы с эриком бакером закончу он еще говорит важный момент то что есть разница когда ешь бананы и он говорит то что и бананы это золото на завтрак серебро на обед и свинец на ужин то есть с точки зрения ближе к концу дня ими лучше не наедаться потому что ну как раз чтобы не кормить патогенную микрофлору которая активно после пяти часов вечера когда в четыре часа там поджелудочная условно начинает уходить ко сну отдыхать вот патогенная флора начинает активно себя вести как вампиры и в этом смысле я воспользовался приемом которым раньше пользовался которым меня вот андрей научил и виталий островский тоже про это говорит это то что сладкие всякие фрукты нужно употреблять финики например бананы там ну про банан он не говорил про финики говорил финики с чесноком и я сегодня попробовал на завтрак съесть три банана посыпал их красным каянским перцем ел в прикуску с свежим чесноком вот и сегодня вот очень хорошие ощущения в плане пищеварения как бы никаких нет никакого брожения ничего такого не появилось но это понятно почему потому что как раз вот эти вот вещи типа красного перца типа чеснока они все это убирают кстати почему еще вот очень хорошо есть чеснок вместе с красным перцем или вместе с имбирем они усиливают друг другу друг друга работу за счет чего чеснок убивает всех чужих вирусы бактерии простейшие грибки паразиты а каенский перец или имбирь он ускоряет циркулирование крови то есть он ускоряет метаболизм он позволяет чесноку пройти разные разные места организма вот ну и собственно в сумме они очень хорошо работают и вот по поводу бананов еще по поводу вот пути на который я думаю я послушал у эрика байкера на тему бананов плюс еще послушал у него на тему свежевыжатых соков вот и узнал то что он эрик бакер который рассказывает про то как лечить кандиду он говорит то что соки например такие как свежевыжатые соки фруктовые и овощные смешанные если 80 на 20 80 процентов овощных соков 20 процентов фруктовых соков то это тоже допускается это нормально вот и я вот подумал то что зря я не делал себе такие соки потому что организм этим очень хорошо питать плюс еще у ричарда шульца тоже слышал то что вот диабетикам он рекомендует не стопроцентные свежевыжатые соки а например начинать с яблочного разбавленного водой там 1 к допустим 1 4 яблочного сока и 3 четвертых воды вот и потом постепенно со временем увеличивать количество яблочного ну то есть смысл такой то что если разводить эти из фруктовые соки то в общем то они не так быстро будут попадать в кровь и все будет хорошо плюс еще интересный момент что эрик бакер рекомендует употреблять соки прям с клетчатками то есть это получается уже смузи для того чтобы как раз клетчатка замедляла скорость попадения сахара в кровь и с точки зрения вот программы я еще еще момент тоже укажу по поводу того что я не ел я вот эти 2 месяца не ел даже сырые морковь и свеклу и вот как я сейчас понимаю зря не ел надо все таки было или в салатах хотя бы себе тереть соки можно было опять таки тоже делать разбавляя их либо с водой либо с чем-нибудь другим например с капустным соком ну для того чтобы соблюдать так соблюдать такой баланс чтобы не слишком сладко было это же можно было бы думаю вполне их употреблять и больше было бы и энергии и силы и не хотелось бы всякой ерунды другую есть так что так что вот интересная информация по поводу думаю сейчас себе трансформировать опять программу немножко изменить как-то два месяца мне хватило без фруктов сейчас уже скоро начинается лето скоро будут летние фрукты думаю то что есть смысл пополнять организм как раз витаминами с точки зрения комплекса факторов скорее всего это пойдет в сумме на пользу а находиться без фруктов есть смысл зимой когда фрукты искусственные когда они все в антибиотиках и так далее но кстати в этом смысле такой момент тоже понял то что ричард шульца он в своих программах рекомендует всегда использовать органические фрукты жать соки из органических фруктов из органических овощей и я понял то что это очень важный момент потому что вот фрукты и овощи которые продаются в магазинах они долго хранятся и соответственно за счет чего они долго хранятся за счет тех же самых антибиотиков как и в мясо добавляют антибиотики так и в овощи и фрукты добавляют антибиотики но может быть в меньших количествах но тем не менее там есть и это для того чтобы бактерии не развивались и фрукты и овощи не портились соответственно когда ешь эти фрукты и овощи антибиотики попадают в организм и кормят те же самые грибки ну и соответственно лечиться намного сложнее и медленнее вот но и в этом смысле вот в городе получается лечиться тяжело потому что ну надо либо покупать где-то искать вот эту органическую еду которая мало хранится как-то вот стоит она недешево где-то и заказывать нужно за ней ехать либо как-то заказывать чтобы его привозили вот но и в этом смысле конечно с точки зрения оздоровления лучше уезжать куда-то на природу в деревню там где вот местная продукция вот это вот деревенская не из магазинов а вот покупать прямо у жителей эту продукцию которые себе ее выращивают не не посыпают непонятно чем для того чтобы выросло больше большее количество вот и хранилось это все дольше по несколько лет даже может быть то есть в этом смысле ну и за городом там и воздух лучше это тоже очень сильный фактор и вода тоже лучше в общем в городе процесс этот очень медленно происходит ну что поделаешь надо надо думать на эту тему дальше вот новая программа я думаю то что добавлю себе фрукты и ну может быть вот опять-таки буду употреблять фрукты вот таким образом если бананы то с такими специями которые будут компенсировать рост вот этой патогенной микрофлоры и плюс еще фрукты позволят больше бегать магомед прислал хорошую хорошую новость по поводу бега на bbc было и там рассказывалось про то что вот для бе для человека бег есть является такой естественной ипостасью что ли то есть вот как рыба например сотман создана для того чтобы плавать в воде птица для того чтобы летать и вот узнали что человек создан для того чтобы преодолевать большие дистанции бегом с помощью бега но не для того чтобы быстро бежать а вот для того чтобы так вот размеренно не спеша вы бежать и бегать помногу Соответственно, человек может это делать и получает удовольствие от бега И мне тоже очень нравится бегать Но вот тогда, когда не хватает энергии Тогда, когда, допустим, не ешь эти все быстрые углеводы Типа фруктов хотя бы То бегать сложнее И, соответственно, вот как-то и настроение какое-то не очень хорошее в этом смысле И потому что еще фрукты не ешь, сладкое не ешь, настроение не очень хорошее, эндорфинов мало И плюс еще как-то бегать и тренироваться как-то особо не получается В этом смысле как-то это не очень хорошо И я подумал, что и фрукты, они помогут больше бегать Ну и, соответственно, настроение будет лучше И, может быть, в сумме опять-таки факторов станет лучше Больше, которые будут воздействовать на оздоровление комплексное Более эффективно Также продолжаю я закаливаться Утром делаю контрастный душ Заканчиваю это тазиком с холодной водой Тазиком холодной воды И, в общем-то, уже прошло где-то полторы недели И я не приболел, не заболел Это очень хорошо Потому что обычно, когда я вот начинаю это все Как-то первое время Начинаю вот эти простуды И потом заканчиваешь Потом как-то не хочется начинать Главное первое время Приноровиться к этой практике С точки зрения города Хотя бы тут можно закаливаться нормально Воду холодную можно везде найти И закаливаться это очень хорошо Очень полезно Как показывает опыт других людей Также на этой неделе еще сделал трансформацию У себя трансформировал кровать Сейчас покажу Несколько месяцев я уже спал на фанере Где-то 9-миллиметровой Ну, для того, чтобы привыкать к жесткой кровати Где-то 2 месяца назад я стал спать на теплом электрическом мате Он тоже довольно-таки твердый Ну и теперь, пока я решил кровать отставить в сторону И вместо кровати Сделал вот такую себе лежанку На полу лежит электрический мат На нем туристический коврик И сплю я сейчас на маленьком электрическом мате И в качестве подушки у меня полотенце Ну, такой валик под шею В том месте, где пространство есть Ну, и сплю на вот таком вот маленьком электрическом мате Сплю я прямо в одежде домашней Не раздеваюсь, не одеваюсь вечером, утром Одеяло не использую Просто не использую Вот, ну, как-то так вот Посмотрим, как получится Ну, в том смысле Насколько это будет удобно, хорошо Но пока мне нравится то, что вот И места больше И времени как-то экономится тоже больше И убирать кровать не нужно И стирать тоже Вот эти вот постельные принадлежности не нужно В общем-то, пока мне как-то вот эта идея очень нравится Благодарю за внимание Всем здоровья!